Так, как вы видите, пол я вымыла, пропылесосила, вымыла. Нашлась новая проблема. Что-то с водой. Когда наполняется вода, обычно там вот этот поплов поднимается и водичка у меня все. А сейчас получается так, что она постоянно льется вниз в туалет. Не куда-то там, слава богу, а в унитаз без конца, без остановок. Сейчас покажу. Вот водичка набирается. У меня уже спешный шпион. Вот водичка продолжает лицо у меня. Кнопка слива работает хорошо, хотя иногда не до конца поднимается. Как вы понимаете, я не из сантехник. Но попытаюсь починить сама. Первый раз в жизни. Сегодня узнала, что вот эта штука выкручивается. Ну какой такой же унитаз, девочки. Эта штука выкручивается. Мы можем сами, в принципе, починить. Так, сняли. Крышку тоже снимаем. И вот когда вода набирается, когда вода поднимается, он должен все стопорить. Но ничего не происходит. Вода продолжает у меня литься. Сейчас вода поднимается. Вот когда пополок поднимается, он должен стопорить, чтобы вода не делала вот так. Ну и все. И в унитаз сейчас льется вода. Активно. Именно поэтому сейчас и вот. Так, чтобы кто не знаком, то как раз таки сейчас вы на моем опыте увидите. Так, все. Опять вот эта ушла. Дело получается вот в этом пополоке. Что-то с ним не так. Дальше я немного отвлеклась от основной задачи и решила почитить бочок перед тем, как менять всю арматуру, поплавок. И это для того, чтобы не сильно пачкать ручки. Сейчас воду надо полностью слить на пол. Ой, на пол. Слитас. На пол не надо как раз. А тут уже воды нет. Но она не до конца слилась, эта вода. Там чуть-чуть есть. Так, вроде все во сделке. О, переход крутилось, кстати. Сейчас у меня уже куплен комплект этой арматуры, которую нужно поменять. И я буду сравнивать, подходят ли они одинаковые. Я, конечно, старалась выбрать, чтобы они были одинаковые. Но, увы, все же не разные. И придется откручивать полностью бочок. Я просто надела, что не одинаково. Мне казалось, что в магазине небольшой был выбор. Это единственное, больше всего, было подходящее. И, насколько я поняла, моя, которую я купила, она шире. Поэтому мне придется снимать полностью весь бочок. Ну, заодно и вы посмотрите, мало ли у вас тоже такая ситуация. Если бы они были одинаковые, то достаточно было бы новую вкрутить на место старой. Но, увы. Следующим шагом я меняю поплавок, потому что поплавок точно не рабочий. Далее откручиваем шланг подачи воды. У меня он снизу. Ручками у меня это сделать не получилось, естественно. И я взяла ключ и им открутила. Крутить надо на себя. Я каким-то образом забыла все свои инструменты в деревне. Поэтому у меня только был один разводной ключ. И то он для машины был, чтобы, если что, аккумулятор снять, все такое. Он был не сильно большой. Поэтому я, если честно, замучился откручивать вот эту вот нижнюю белую гаечку. Которую, кстати, тоже надо крутить на себя. При этом очень аккуратно, чтобы не стукнуть по бочку, потому что он очень легко разбивается. Далее сразу же подставляем в ведро и сливаем остатки водички. Так, прикручиваем левую гаечку. Сверху снимаю. Все открутила. Сверху снимаю. Так, значит, беру вот эту хреновую. Так, вот здесь тоже. Далее все интуитивно просто. Видим пакетик, в котором гаечка такую, которую мы недавно открутили и выкинули. И в этом же пакетике, как резиночка, такой уплотнитель, которую мы должны накрутить на сам поплавок. Как вот я делаю. Вот эту резинку, которую я накручиваю на картинке, она черного цвета. Именно вот таким образом накручиваем узкой стороной вниз. Перед тем, как поставить на уплотнитель поплавок, перепроверяю, чтобы там не осталось старых резинок. Примеряю новый поплавок и смотрю, чтобы ему ничего не мешало там подниматься. Рукой легко накручиваю белую гаечку до упора, насколько мне хватает сил. После чего беру разводной ключ и стараюсь подтянуть. Также не очень сильно, думаю о том, что все-таки унитаз он не такой уж и крепкий. Если что, можно нечаянно его разбить. Поэтому подтягиваем гаечку, но не сильно, чтобы ничего не лопнуло, не треснуло. Аккуратненько. Накрутили, подтянули беленькую гаечку. Далее прикручиваем подачу воды. Также крутим все от себя. Так, накручиваем шланг от себя обратно. И поджимаем разводным ключом. Не сильно, не сильно. И чуть-чуть. Дibиан. Сейчас я ставлю назад арматуру, чтобы проверить, может быть достаточно, не надо менять всю арматуру, а только хватит замены поплавка. Поэтому ставлю его назад и делаю тестовое наполнение бачка водой и смотрю, будет протекать или нет. Пока бачок наполняется, я подсматриваю, капает водичка или нет, снизу там, где я только что закручиваю. Пока водичка набирается, далее я убираю все эти штучки, которые мне дальше пригодятся и готовлю смотреть, будет ли протекать водичка вниз. У меня поплавок отрегулирован, чтобы водичка набиралась до середины бачка, потому что я даже не понимаю, зачем ее там так много. Будем экономить. Поплавок работает отлично, все, он стопорит, до середины бачок набирается, все остановится, но, увы, все равно немножечко водичка сочится. Прям чуть-чуть, но, увы, придется менять всю арматуру. Подведем итог. Был заменен клапан подачи воды, но проблема частично только устранилась. Все равно идет протекание из бачка в унитаз водички. Получается, что основной клапан тоже не герметичен и его нужно заменить. Вот, сейчас предстоит ее тоже поставить. Вот, старая и требуется замена его на эту ногу. Для замены требуется открутить бачок. Такой большой, шоу, блин. Так, раз. Так, с другой стороны ложистый полочек. Выкручиваем его. Вот сюда. Чуть-чуть-чуть. После того, как болтики откручены, нам предстоит бачок положить на унитаз. Для этого надо всю воду с бачка как-нибудь выгребсти. Я взяла тряпочку и промакивала ее в бачке, а потом отжимала. Готовимся к тому, что бачок тяжелый. Хватаемся двумя руками и аккуратненько, не спеша, ложим на унитаз. Я подселила тряпочку, чтобы было помягче. После этого надо открутить вот эту самую большую гайку. Как бы вам на видео не казалось, что это очень сложная задача, на самом деле я легко справилась и открутила уплотнительное кольцо без каких-либо вообще проблем. Так, вот это ставится, значит, вот сюда. Получается ставится это, потом ставится это. В комплекте идет прокладочка, которую мы натягиваем согласно инструкции. И изнутри, получается, вставляем вот эту конструкцию, а уплотнительным кольцом с другой стороны подтягиваем, слегка поджимая, но не сильно. Помним о том, что можно перестараться перетянуть и все лопнет. Ну и остался самый ответственный момент. Надо насадить на нашу вот эту конструкцию, которую мы только что закрутили, корпус сливного клапана. Делается это несложно. Главное попасть в нужные пазы и слегка прокрутить до характерного щелчка. Он прям и слышен, и чувствуется в руках такой щелчок. Далее еще раз перепроверяем себя, как мы поставили сливную арматуру по центру ли стоит, потому что далее будем накручивать кнопочку. Хоть она там регулируется, но лишним не будет себя лишний раз перепроверить. И, возможно, еще немножечко подтянуть уплотнительное кольцо. Все, больше не могу. Еще один очень ответственный момент – вернуть бачок на место. Для этого надо определить, как лучше положить резину. Я пыталась резинку сначала уложить на унитаз, но потом решила все-таки надеть на уплотнительное кольцо и вместе попасть на унитаз, на старое место. Соответственно, через верх бачка я высматривала именно дырочки, вот эти вот, куда будут вкручиваться болтики. И когда увидела насквозь, что я вижу пол, все, значит, правильное место. Как вы видите, я с первого раза попала, очень просто это оказалось. Дальше нам надо вернуть болтики на места, прижать бачок к унитазу. Я выбрала накрутить старые болтики, хотя у меня были новые в комплекте, но вот чем-то старые мне показались надежнее. Какие-то резинки там более какие-то вот такие настоящие. в комплекте они больше какие-то пластмассовые. Старенькие они вот как резиночки. Я сначала взяла с двух сторон болтики на свои места, просто вставила, а потом начала подтягивать гайками, то с одной стороны, то с другой, чтобы не перетянуть ни на одну, ни на вторую сторону, постепенно подкручивала, то с одной стороны, то с другой, по чуть-чуть. Так, ну все. Возвращаю назад кран подачи воды, подтягиваю, но не сильно. Ну я прям не сильно, не так. Опять же, следуя пословице 10 раз отмерь, один отрежь, я перепроверяю, насколько крепко я подтянула все болтики. Ну, вроде все. Я боюсь, если честно. Мне кажется, эта резинка вообще одно название там. Так, как я делала первый раз, я переживала, и на середине, когда бачок наполнялся, я остановила наполнение бачка и смотрела, нигде ли ничего не сочится, капельки. Прям ходила, смотрела, чтобы быть уверенной, что все хорошо. Сюда уже ничего не стекает. Тишина. Ладно, набираем дальше. Ну, я сейчас больше набираю. Я там остановила на полпути. Так, все. Надеваю назад. У меня там еще пока ничего не лапит. Ой, у нас все прикольно. Ну, какая интересная кнопочка. Так, эту кнопочку нужно крутить. Все, накручила. У-ху! Ура! Все, ничего не протекает. Ура! Все прекрасно. Сейчас только проследить за то, чтобы точно нигде ничего не протекало. Ну, теперь осталось делать за манлом. Убрать, высушить пол, протереть насухо и следить, нет ли капель на полу под унитазом. Так, ну, прошло пару часов. Я пол вымыла, высушила. Соответственно, сейчас будет на нем все видно. Если вдруг чего, посмотрим. Угу. Пол сухой абсолютно. Ни одной капельки, ничего нет. Угу. Все хорошо сухо. Потрогаю болтики. Полтики сухие. С одной стороны и с другой. Сейчас я все потрогаю, но уже видно, что у меня получилось. Пол сухой. Все замечательно. Я научилась еще и чинить унитаз. Надеюсь, вам видео понравилось. Я постаралась максимально подробно рассказать и показать. Даже приложила фотографии для наглядности. А вы сохраните себе это видео в какой-нибудь плейлист. Потому что, возможно, когда-нибудь оно сэкономит вам деньги на сантехников. Спасибо за просмотр. С вас лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok